Всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки и Ниндзя Легенды. У нас окончание турнира и вот такая вот прикольная колода Лига Элиты на 3 звездочки нам пришла в подарок. Что ж, давайте-ка откроем и посмотрим, что в этой колоде. Итак, здесь 3850 сюрикенов, здесь 5 ДНК Пиццелицева, здесь вот 40 серебряных осколков и 20 золотых. Ну что ж, просто-просто великолепно. Опять же, друзья, благодарю за вас, за отзывы, комментарии. Это 37 серия. Ну а сейчас давайте-ка посмотрим, каким состоянием наши герои. Итак, друзья, кто смотрел прошлое видео, то знает, что мне удалось собрать, вот, нового, открыть нового героя Пиццелицева. Вот никто не написал, вот, в отзывах, комментариях, нравится ли вам этот герой, стоит ли его прокачивать. Поэтому я пока прокачивать его не буду. Вот. Ну а мы с вами сегодня будем сражаться на турнире. Я думаю, еще пройдем серию испытаний. Причем турнир у нас сегодня начнется на сначала. Но опять же, давайте-ка еще открою тайную колоду. Посмотрим, что здесь. Здесь у нас телескоп. Вот, пицца. Сюрикены. И еще ДНК Кирби-мыши. Опять же, смотрите, кто-то из подписчиков написал, чтобы я прокачивал Кирби-мыш. По-моему, друзья, это был Максим Киряков, если я не ошибаюсь. Вот. Ну и, конечно же, собирать награды за достижения. Итак, давайте-ка первым делом я попробую посмотреть, что у нас делается с Кирби-мыши. Кстати, опять же, несколько подписчиков просили, чтобы я вот прособирал ДНК Лео. Я думаю, друзья, я это делать буду. Но вначале давайте-ка я все-таки прокачаю Кирби-мыш. Так как он у нас двухзвездочный, я его прокачаю до максимума, до 30 уровня. Думаю, так будет здорово и прикольно. Вот Кирби-мыш я прокачал, выполнил просьбу подписчиков. Можем еще попробовать собирать ДНК Лео. В принципе, смотрите, мне осталось вот найти еще 5 ДНК. Вот уже 4. И, возможно, в следующей серии наш Лео уже станет трехзвездочным персонажем. Нет, уже навряд ли. Тем не менее, остается еще 4 ДНК, если я не ошибаюсь. Да, смотрите, 4 ДНК и Лео перейдет на новую звездочку. Вот, в принципе, с Карай, я думаю, тоже будем так же делать. Будем стараться этого персонажа переведить на новую звездочку. Для этого мне надо, конечно же, фармить ДНК персонажа. Но вот сегодня с Карай как-то у нас пошло намного лучше. Супер. Ну что ж, пока на этом давайте-ка остановимся. Пойдем в битву. Кстати, у нас по заданию опять же выпало задание. Осталось только собрать в сложных боях. То есть, пофармить героев. Ну, давайте-ка я пока посражаюсь на турнире. Хотя, возможно, в приключении... Нет, давайте пока начнем с турнира, а потом уже пойдем в смятение из-за другого измерения. Итак, как видите, враги здесь достаточно слабенькие. 12 и 15 уровень. Начинаем с сражения в битве. Давайте-ка я возьму слабенькие герои. Кстати, вот Пиццеллицева, Мандагека и Лео было бы здорово прокачать, чтобы сегодня задействовать всех героев. А, кстати, давайте-ка я так и сделаю. Доведу их каждого до 15 уровня, чтобы у нас не было непрокаченных героев. Ну, а если вы захотите, чтобы я героев прокачал на более высокий уровень, то вы, конечно же, напишите. Итак, сейчас прокачаю Пиццеллицева где-то до уровня 15. Вот, здорово. Прокачаем Мандагека тоже где-то уровня до 15. Вот, и вот кто там у нас останется, тоже прокачаю до 15 уровня. Чтобы у нас... А, Лео Классический. И Лео Классического я тоже прокачаю до 15 уровня. Итак, все герои у меня будут хоть немножко, но прокачаны. Вот, первоуровних в их сейчас не будет. Ну, вот как-то так. А сейчас давайте-ка начнем турнир. Вот, возьму моих самых слабых, подберу противника послабее, чтобы точно выиграть. Вот, да, вот смотрите, 12-й, 13-й уровень. Вот, мне кажется, с этим должны справиться мои 15-ти уровневых герои. Хотя, здесь нет никого с массовой атакой. Но я надеюсь, что у противника тоже никого не будет с массовой атакой. Итак, попробую ударить сейчас Микки из фильма, так как он может лечить. Теоретически, он может быть лекарем. Поэтому, вот, я его попробую выбить в первую очередь. Итак, Лео рубит и Пицелицей пытается добить противника. Да, вот Микки из фильма мы запинали. Вот, противник активизировался. Еще несколько ударов. И врагам удастся выбить нашего Мандагека. Вы видите, врагам удалось наложить негативный эффект. Вот, постепенное уменьшение здоровья. И, скорее всего, Мандагека сейчас погибнет. Да, нам удалось уничтожить Рокстеги. Вот, пробуем справиться с Пицелицей. Прошу прощения, с Бакстером Стокманом. Так, Мандагека бьет. Пицелицей пытается забить вот нучаками. Вот, скорее всего, из сыра. Очень прикольно. Ну и вот Лео добивает Бакстера Стокманом. Итак, победа, к сожалению, не идеальная. Мы потеряли одного из бойцов. Но, я считаю, друзья, как для первой битвы на турнире, очень даже неплохо. Неплохо. Супер. Берем следующую нашу команду. И я буду брать моих самых слабеньких героев. Вот. Это у нас Макмен. Мутагеноид. И еще вот Пулеверизатор. Ну, так как они 20 уровня, то у противника вообще нет ни единого шанса. Итак, смотрите. Ага, пытается что-то сделать. Ну, давайте-ка я, конечно же, буду пытаться бить Бакстера Муху, так как он является лекарем, чтобы он не подлечивал. Да, удалось выбить противника вот буквально за несколько тычков. Вот пошла ответка. Пытается вражеский Макмен что-то сделать. Но вот Пулеверизатор бьет. Не, к сожалению, не добивает. Но здоровье снял прилично. Итак, Макмен добивает вражеского Макмена. Мутагеноид бьет рукой. Стиранка достает пулемет. Вот массовая атака стреляет. Пулеверизатор тем временем дразнит противника забавными жестами. А вот Макмен пытается расплющить. Не получилось. Мутагеноид бьет. Враг выживает. И Пулеверизатор ставит точку в этой битве. Ну что ж, великолепно. Итак, идеальная победа. Как видите, все враги уничтожены. Мы продвигаемся все выше по турнирной лестнице. Переходим в Лигу Воинов на вторую звездочку. И я беру следующую команду. Итак, давайте-ка возьмем саму первую. И опять же, мои герои 20 уровня. И даже попадает Джастин 30. Ну что ж, друзья, это победа. Это победа без разговоров. Вот очень легко сейчас, я уверен, мы с вами справимся. Итак, вот Паукус заплевывает героя вражеского Кельби Мыш. Джастин забрасывает всех слизью. Вот у врагов, по сути, не осталось здоровья. Ну и сейчас попытаемся закусать и выбить Сиранка. Удар щупальца Меджастина и очередная победа. Вот очень хороший результат. Кстати, мне кажется, друзья, я сделал ошибку, что в начале миссии не положил героям 15 уровня более серьезного бойца. Ну, не критично. Если что, в следующем видео будем усиливать команду. Итак, давайте-ка я возьму следующую команду из героев 30 уровня. Вот, и пойдем в битву. Как видите, противник 17 уровня. То есть, просто в 30 у него нет шансов. И я думаю, сейчас мы легко справимся с этими врагами. Итак, удар хвоста саблезуба снимает часть здоровья. И опять же, моя любимая атака. Бакстер Стокман выпускает Маусеров, подрывает врагов, а нейтрализатор добивает вражеского нейтрализатора, просто метнув диски. Супер. Итак, идеальная победа. Вот, все враги уничтожены. Ну, а мы все движемся выше и выше. Супер. Итак, переходим уже на более высокий уровень. Вот, уже можно будет использовать 4 бойца. Вот. Ну, опять же, враги 20-го, 19-го уровня. После, вот, относительно 30-го у них нет шансов. Вот. И Карай забрасывает врагов Кунае. Очень мощная атака. Часть врагов выживает, но ненадолго. Итак, Бакстер Муха добивает Карай. Вот. Лео попытается зацарапать Кельбимыш. Не получилось. Вот. Змекьюн метает слизь, уничтожая вражеского лекаря. Это был Лео мультяшный. Ну, и сейчас попробуем справиться Рафом. Хороший удар. Вот. Бакстер Муха добивает Рафа. И Кельбимыш пытается зацарапать Микки Вигень. Не получилось. Но у Змекьюна получилось достаточно неплохо. Супер. Ну, что ж, новая идеальная победа. Вот. И, похоже, все мои герои сейчас закончат битву. Смотрите, как здорово. Вот. Итак, давайте-ка я еще подберу команду. Ну, в принципе, здесь особой разницы. Нет всех этих команд. Нет шансов против нашей команды 33-го и 30-го уровня. Вот. Достаточно легко. Я уверен, сейчас мы их уничтожим. Но, опять же, вот бой начинает Хан. Он налаживает на врагов негативный эффект. Дебаф уменьшения защиты. Вот. Рокзар бьет, метает когти вражеского лекаря Голубя Пита. Вот. Вот его добивает Ксевер ударами ножей. И уже в бой ввязывается Лео. Бьет мечом. Крис Брэдфорд выбивает. Вот. Враги контратакуют. Вот. Врагам удалось снять у Хана часть здоровья. Но это уже им не поможет. Итак, Хан бьет по вязвым точкам. Выбивает Криса Брэдфорда. Вот. Рокзар войдет на луну. Привлекает внимание к себе. А Ксевер использует удар ногой. Вот. Неплохо. Выжил противник. Непонятно как. Но, я думаю, ненадолго. Итак, еще Хан бьет ногой. Да, Раф из фильма уничтожен. А вот Бакстера Стокмана добивает Рокзар. Ну, что ж. Новая идеальная победа. Ну, и я как бы сегодня задействовал все герои на турнире. Вот. Удалось, как видите, прорваться в лигу элиты на одну звездочку. Ну, и вот в следующем видео уже продолжим. А пока давайте-ка посмотрим, что у нас еще за ежедневные задания. И я думаю, друзья, вот в принципе серебряные осколки и золотые это здорово. Но, наверное, все-таки давайте-ка пока это отложим. И пойдем с вами приключения. Вот смятение из другого измерения. И сделаем какую-то катку. Так, враги 25-го, 26-го уровня. Ну, не такие уж сильные. Поэтому давайте-ка я против них поставлю вот героев 30-го уровня. Ну, и вот Хана, чтобы наложил негативные эффекты. Вот возьму еще вот кого-то с массовой атакой. Вот, смотрю-смотрю. В принципе, Карай уже у нас есть. Ну, тогда возьму Зметьюна и еще Джастина. Да, вот так. Супер. Ну, здесь, в принципе, особых проблем у нас не должно быть. Вот, смотрите, Хан налаживает на врагов негативный эффект дебаф, уменьшая защиту. Карай забрасывает врагу кунаи. Очень даже неплохо. Уменьшает защиту. Что враги? Вот, пытался к себе привлечь крэнк внимание. Это ему особо не поможет. Вот, итак, Джастин бьет щупальцами. Вот, снимает часть здоровья. И Хан добивает противника. Нет, не добил. Вот, Карай добивает стиранка. Не успел он использовать пулемет. А сейчас давайте-ка я использую особый удар лево. Итак, рубит катаной. Ранит фута. Вот, добиваем противника. Отлично. В бой ввязывается Джастин. Удар щупальцем. Вот, Хан добивает противника. Вот, просто-просто великолепно. Итак, еще несколько ударов. И победа будет у нас в кармане. Да, вот вражеский герой стиранка что-то пытается сделать. Но благодаря медиатации лево мы восстанавливаем силы. Вот, Змекюн забрасывает Маусера с Лизью. Добивает противника. Уже Хан. Вот, Карай продолжает рубить Криса Брэдфорда. Джастин пытается помочь. Кстати, как-то слабовато идет. Все-таки силен противник. И так, Хан бьет по изумимым точкам. Вот, а Карай добивает противника. Великолепно. Итак, Лео продолжает рубить стиранка. И Змекюн пытается добить противника. Ой-ой-ой. Итак, смотрите, что творит стиранка. Он стреляет из пулемета. Но Джастин его добивает. И так, досталось всем членам нашего отряда, друзья. Вот, к сожалению, это уже не очень здорово. Нужно будет подлечиваться герою в следующем видео. Ну, пока так. Итак, эту миссию мы выполнили. Осталось еще собрать 4 ДНК. И очередная миссия будет у нас сделана. И да, давайте-ка я соберу ДНК Кирби Мыши. Вот за этого героя все-таки просил. Вот, по-моему, Максим Киряков меня просил, чтобы я собрал. Вот, и так, замечательно. Итак, вот Кирби Мыши ДНК собраны. Вот, кстати, много ли ему осталось, чтобы перевезти на новую звездочку? Да, много. Вот, ну, тогда давайте-ка я еще соберу ДНК Бакстера Мухи. Ага, у меня не хватает сыра, друзья. Я потратил сыр. Но это как бы не критично. Сейчас мы попробуем его докупить. Вот, сколько он стоит? Ну, давайте-ка, друзья, я и 60 единиц куплю. В принципе, мне кажется, этого будет достаточно. Вот. Плюс, плюс, плюс. Да, ну, давайте-ка, друзья, я еще соберу ДНК Бакстера Мухи. И мне кажется, и мы уже выполним сегодняшнюю миссию. Да, смотрите. Итак, собираем миссию и собираем ДНК Рафа из мультика. Супер. Вот, ну, а сейчас давайте-ка пойдем по основному сюжету. Хотя, смотрите, можем попробовать пойти серию испытаний. Здесь у нас есть классическая бойня. Вот, что о наградах ДНК Биба по классическому, либо по испытанию. Вот, что это у нас. За испытание девичья сила заработать ДНК Карай. Что, конечно же, тоже здорово. Ну, давайте-ка, друзья, испытания я оставлю на следующее видео. Вот, а пока пойдем по основному сюжету. Сделаем катку. Вот, да, кстати, подписчики просили, чтобы я проходил, опять же, вот, сложные испытания четвертой главы. Вот, сразимся сейчас здесь с врагами 29-31 уровня. Кстати, враги достаточно сильны. Поэтому я сейчас возьму команду, вот, моих сильных героев. Вот, плюс возьму кого-то с массовой атакой. Вот, давайте-ка я возьму Бакстера Стокмана. Вот, ну, мне кажется, так будет лучше. Итак, вперед. Вот, что враги. Вот, сразу же начинаем массовую атаку Карай. Вот, наносит очень неплохой урон. Вот, Рокзар метает когти, пытаясь выбить Крэнга. Тот выживает. Враги прокачивает скорость. Кстати, не очень здорово. Ох-ох-ох. Пинает нашу Карай, но вовремя вот входит. Это у нас Ксевер Монтес. Налаживает на врагов негативный эффект дебаф. Уменьшает защиту. Лео пытается вырубить противника. Не сумел. И да, вот Бакстер Стокман выпускает Маусер. Подрывает врагов. Сразу же выбивает подранков. Вот, часть врагов сопротивляется. Но, я думаю, друзья, ненадолго. Итак, Рокзар бьет когтями. Вот, удалось ранить противника. Ксевер пытается ее добить. И у нас все получается. Ну, вот, с первой волной мы справились очень даже неплохо. Со второй может быть хуже. И вот пришло время Лео использовать медитацию. Чтобы восстановить здоровье Карай. Вот. Бакстер Стокман бьет манипулятора. Снимает часть жизни. Карай пытается добить противника. Рокзар воет на луну. Оскорбляя врагов. И привлекая к себе внимание. Вот это, мне кажется, друзья, вовремя. Вот, враги атакуют. Досталось всем членам нашего отряда. Пока урон минимален. Но, сейчас они продолжают долбить массовыми атаками. Смотрите, что творят. Что творят. Итак. Ксевер Монтес добивает очередного противника. Лео рубит мечом. Вот, удалось снять большую часть жизни. Вот, кранга гуменовидного типа. Карай его бьет. И Рокзар добивает когтями. Великолепно. Остался у нас последний кранг. Сейчас я его попробую ударить. Так. Вот. Итак. Север бьет ударом ноги. Добивает противника. Великолепно. Да. Вот. Карай пытается добить танка. Вот. Ну. Левым это удается. Вот. Кстати. У врагов сейчас прокачана дополнительная защита. Ой-ой-ой. Итак. Врагам удается ранить нашу Карай. Боюсь, что идеальной победы не получится. Но, что смогу, то я сделаю. Итак. Рокзар. Думаю, то ли когти, то ли. Давайте-ка метну когти. Так. Рокзар метает когти. Добивает вторую волну. Переходим в третий. И я, честно говоря, сомневаюсь, что сейчас наша Карай здесь выживет. Итак. Мне кажется, была ошибкой не взять лекаря. Вот. Надо было взять лекарем вместо Рокзара Баксера. Мух. Он подлечивал. Ну, пока уже ничего не изменишь. Что ж. Продолжаем битву. Итак. Лео рубит кранга гуманоидного типа. Вот. К север пытается ранить. Баксера Муху. Удар ножей. Очень неплохо. Карай забрасывает врагов Кунаи. Очень хороший бросок. И сейчас Рокзар попытается добить Баксера Муху. Не сумел. Но понизил защиту. Итак. Все бьют нашу Карай. И врагам удалось выбить нашего героя. К сожалению. Итак. Был недостаток. Наверное. Все-таки надо было бить Баксера Муху. Пытаясь выбить его. Возможно. Карай бы сейчас была жила. Хотя. Смотрите. Что делают враги. Они долбят взрывчаткой. Поэтому. Скорее всего. Героя мы бы потеряли. Что ж. Нету смысла привлекать внимание Рокзара. Пытаемся уничтожать врагов. Да. Вот. Север опять же. Может наложить негативный эффект. Вот. На враговый дебаф. Умешая защиту. Но как-то быстро он спал. Вот. Что ж. Тогда Бакстер Стокман выпускает Маусера. Подрывает врагов. И Лео ударом меча добивает очередного противника. Вот. Просто. Просто супер. Итак. Победа не идеальная. Но. Тем не менее. Это победа. Хороший результат. Что ж. Друзья. На этом сегодня. Я уже с вами буду прощаться. Всем пока. Пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новой серии. Пишите в отзывах. Комментарии. Кого из героев усиливать. Прокачивать. Я буду стараться действовать. Согласно ваших отзывов и комментариев. Ну. И самое главное. Чтобы не пропустить ни одну серию. Нажимайте правым верхним углом. На колокольчик. Возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока. Друзья. До новых встреч. И да. Друзья. Я прошу прощения. Я не посмотрел в магазине. Давайте-ка. Что делается по предметам. Возможно. Мне удастся купить ДНК нового героя. Ага. Смотрите. Я могу купить два ДНК крысиного короля. Ну. И вот. Если в следующих видео у нас еще будет возможность. Добрать пять ДНК. Мы откроем на этого нового персонажа. Ну. А теперь уже точно все. Всем пока. Друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok